вот он пожалуйста вот она палочка моя любимая любят вас и друзья сегодня меня на обзоре скажем так на обзоре такая интереснейшая палочка от компании да его об это да его и любят 802 мфс джиггер с тестом 728 начну сразу чехла чехол довольно интересный неопреновый пусть интересно неинтересно лично для меня был быть матерчатый был бы интересней плане того что я положил сумку он маленький точнее не обменный здесь более такой плотные качественные конечно единственное что здесь print не вышивка а именно print и он думал со времени обсыпется но это не суть важно палочку так коротенько быстренько здесь потому что периодически идет дождь и он прямо в камеру все это дело летит поэтому снимать неудобно пока вот не дождя коротенько расскажу об этой палочки то что я нарыл потому что никакой информации кроме сухих технических данных вообще нет совершенно никакой я нашел какой-то ролик один там это с палочкой тестом тестом до 20 грамм вот там ролик там что-то ребята ловят там больше ничего никаких данных кольца fuji k-series по дайте не ошибаюсь далее скелетный катушкодержатель тоже фуджевский бэдкап вот такой вот вот такой бэдкап не снимал специально пленку потому что если чуйка будет не та которая ожидала я продам и обратно в общем так перекрестное покрытие бланка x45 для увеличения прочности и сенсорики тоже посмотрим сегодня что еще что еще carbon svf это лучше карбон у дайвы ну якобы там без смог без содержания смог более сухой более звонкий тоже с вами проверим тоже посмотрим вот тут на колечках все написано fuji все дела там не знаю будет ли видно не будет ли видно в общем так вес у нее ступит нас вера не скажу что это прямо такая топовый топовый вес среди палок восьмерой длины 802 длины но тем не менее она очень легкая очень то я себе такая себе прямо строй может быть что-то показать строй чисто скорее джига я сегодня попробуем попросать всякие колебалочки сам какими-то там тейл спиннеры и какие-нибудь даже выплера взял с собой риджа 90 и даже взял макс лак склада 115 ну посмотрим попробуем больше ничего сказать не могу потому что больше ничего нету совершенно ничего нету все все будем ловить и будем смотреть 4000 xp с намотанным шнуром в японии 04 если не ошибаюсь будет 01 вот такая намоточка с этой катушкой баланс у нее просто великолепный сейчас вы сами посмотрите балансец да правильно я делаю или сюда поближе вот сюда прямо сделать я сюда не уплачусь но если так то она начинает подливать немного носом если я сюда фору гриппа вот так и сделаю ровно то вот такой баланс у меня то есть вы сами видите вот неплохо очень неплохо на большой воде я уже начну ловить там на семерке буду ставить смотреть показывать вы видите что там сессурика какая какая моторика и все дела прочее давайте ребята поставим и далее ничтяк спасибо ребята короче 2 с половиной дюйма релакс и грузик 10 грамм проханились не стало семи грамм там всем потом повесим посмотрим полоток стурма 20 сантиметров 025 поехали попробовать сильный боковой ветер тут и усносим 10 грамм сейчас сразу поешь что ничто за грамм надо возвращаться ну вот на джигароке 16 грамм сейчас попробуем ее послушать при таком сильнейшем течении сильнейшем боковом ветре прям по руслу дует по руслу и по течению при законом подъеме воды вот если где то чтобы вы понимали вот эти вот кусты там берег сейчас вот все залито вот так вот вода поднялась течение просто буйное и вот 16 грамм при забросе с точки сносит там по крайне как метров на двадцать петля такая шума почтильнее ну по кончику удилище явно видно когда падает 16 грамм на такой птичке пацаны смотрите кружочек так на посмотри кружочек кружочек а что на нем кружочки на этом где колебалки оторванные это что-то кружка хрен его знает такой себе да 18 грамм ребята пулит она блин ооо мое почтение попадает она вот такой явный стук что-то в кустиках так бьется не знаю жерех щука прямо рядышком посмотрим ну 8 грамм сейчас будет его просто будет чертой матери не знаю упадет ли вообще на одно 8 граммовый посмотрим во первых выдувает блин ветром лично я не вижу ни хрена ну я уже чувствую что он по дну волочится сильный встречный ветер и течение и дно ил что мы будем чувствовать я думаю что ни хрена чувствовать не будем только слышать не слышать а видеть вернее как 8 граммовая приманка упадет 8 граммовая чебурашка в виде эксцентрика ну да ну тут слышно все нормально вот и смотри какая там щука нища вышла японам мать блин вдоль кустика охренеть вот хоть цепляй вублера блин я еще прицеплю нафиг еще ребята пробую ринджа 90 вот ринджа конечно это немного извращения но он в принципе продергивает ринджа вовлет твичевый скажем так вы сами знаете прекрасно что лучше работает при руковых проводках а белых нету а белых нету ну настизи эти палочки от 10 скорее всего грамм ну от 8 грамм при недельных условиях и от 10 и 12 грамм вот при таком звуком ветра и прочих сопутствующих непогодных условиях сейчас попадались участки вот такие на которых явно так стукло стук здесь хорошо прям так везде ну прям тук оп 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 Наверное сейчас здесь закончим и пойдем поближе к двору, покидаем там еще где-то на поворотах, на текухи, смотрим. Можно в принципе замерить по оборотам сколько, но можно замерить, ну допустим сейчас мы сделаем. Сделаем, давайте раз два три четыре пять шесть семь восемь 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 восем Смотрите! Ё-моё! Вы видели это? Пипец! Охренеть! Вот это да! Вот собака, блин! Смотри-ка! Наравномерки, блин! Охренеть! Воронку! Ладно! Короче, там было сколько? 80, да? 80, да? От воротов на 75 сантиметров. 60 метров, короче, так не напряженная, легкая. Так, хорошо и палочка смотрит. Блин, как же это! Интересно! Вон она! Вон она, дальше там тоже вывернулась. Сейчас мы вот бережка вот так пройдем, обстримим. Хорошо постукивает, а 12 грамм с каждого. Тук! Прям тук! Продолжаем лупасить 20 граммовую чебурашку с 3,5 дюймовой тюргой простого Дисней. Разлившийся категорически сильно. На четвертом шнуре я прям немножко боюсь кидать, потому что один раз уже переворщил. Просто грузик влетел. Сейчас поставим МАРС. Это 2,5 дюйма. Летит именно сюда, куда надо. Такие нужны палочки вот цинали, обязательные. Без нецовки по-любому. Вот. Куда сейчас без нецовки? Никуда практически. Ну что, ребят, короче палочка обрыгала таким судачком на релакс. Твистер вот такой трехдюймовый. Вот он, пожалуйста. Вот она моя палочка, моя любимая. Ммм, любят. Класс. Ништяк. Ну покажи, покажи хребет. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. 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 Красавка. Вот такой судачок, ребят. Хе-хе-хе. Давайте мы его сейчас отпустим, да? Вот этого красавчика. Вот этот красотулька. Давай, дружок. Пошел, 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 пошел. Ребят, в целом палочка доволен. Сегодня записываю концовку вчерашнего видео, потому что вчера было так по поводу не очень. Записывал на телефон. Там он экспозицию вынимает. Короче, не суть, не важно там вообще все. Сегодня отловился тоже второй день. И палкой пока не поклёпку не получил. Но суть в том, что она мне понравилась. Палочка в целом уже второго дня пользования. Звонкая, посылистая. Уже сегодня с такой погодой чуйка гораздо интереснее. Не скажу, что она прямо-таки волшебный. Стеклянный стук там, как... Но есть палки, которые делают упор на... Вот именно на чуйку и больше не на что. То есть это кол такой, который там... Чует там 2-граммовые джигалут... Чебурашки там на каком-то... Нет, это не так. Это обычно нормальная палка. Сделана из качества материала. Там натуральная пробка. Хороший карбон. Катушка-держатель. Все. Фуджи. Все по теме. В общем, я не то, что рекомендую покупки. Просто делайте выводы. То есть кому-то если попадется, может быть... Вот. И вот, допустим, баланс. Это здесь. Опять же, баланс с четырехтысячником Fuego CP. Вот такой баланс. Короче, как-то так. Это, наверное, второй обзор будет на эту палку в интернете. Вообще, если будут они еще. Конечно, может быть, что-то еще дополню. Если еще и поймаю сегодня. Поэтому вот так. Что еще хочу сказать, ребят, что веса ее... Вот этой палочки рабочие... Ну, начинается... Ну, пусть не от семи. От семи это при идеальных условиях. Без ветра. С отличным шнуром. У меня, кстати, был такой дешмацкий намотан. Сегодня намотал потолще, но по качеству. Без ветра. Без сильного течения. Ну, от семи пусть будет, да. У меня хорошо простукивалось там от 9 грамм. Прямо 9-10 грамм. 9 грамм и 2,5-дюймовая резинка. Тук. 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 Не стекло. Стук. Ну, явно можно не смотреть. Ставил до двадцатки. Двадцатка, конечно, сами понимаете, там все окей. Некоторые там обозреватели я видел на валанче. То есть, ветер включается, палка выключается. То есть, ноль. Вообще, никакого. Исключительно по леске. Здесь такого нет. В общем, в целом, я об этом об этой палочке рассказал. Все, что мне пока удалось, а не узнать из своих ощущений. Поэтому, и у меня на канале, кстати, написано. Всегда не доверяйте слепо тому, что вам говорят. Всегда проверяйте сами. Вот. Я сам проверяю и сам вам рассказываю. С вами был Алексей Рыклер. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк вот этому видосу. Палочки. Пока.